Вот. Бобровское лесничество. Наверное, здесь еще никогда не было столько людей. Несмотря на холод и моросящий дождь, сегодня здесь почти 300 человек. Копают все студенты, пожарные, политики, казаки. Когда казак входит в лес, он одареваем, бывает духом, радости. В общем, для меня круглогодично в лесу есть чем заняться. В лесу можно собрать грибочков, в лесу можно покататься на конике, в лесу можно дрова порубить, укрепить свое тело. Вы согласны с тем, что мужчина это настоящее должное? Посадить дерево, родить сына и... Да, у меня осталось только дом построить. Дерево я посадил, сына я вырастил, ему уже 23 года. Не удалось построить дом? Пока нет, но все впереди еще. Копите? Ну, я этим занимаюсь. В этом году в Алтайском крае высадили 9 миллионов деревьев, хвойных и лиственных пород. Еще 3 миллиона высадят этой осенью. Хотя, конечно, не все из них приживутся, говорят лесники. Естественный отбор. Четыре года еще наши лесники будут активно ухаживать. Будут применяться все необходимые агротехнические уходы за посадками до момента перевода их в лесные насаждения. Телеканал «Толк» тоже пустил корни в Бобровском лесничестве и высадил несколько сосен. Будешь сюда приезжать ухаживать за сосенкой? У меня вообще есть на самом деле мысль, что мы все редакции будем сюда приезжать и устраивать мини-пикник и гладить вот эту сосенку. Только представьте, сколько понадобится времени этой маленькой сосенки, чтобы вымахать вот такой же огромной. Пройдет 100-150 лет и нас с вами уже не будет, зато будут живы все эти деревья. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком.